Я объединила два вопроса в один. Марина спрашивает, как избавиться от состояния, что денег всегда не хватает, и жена спросила, как изменить свое сознание и привлечь изобилие и богатство в свою жизнь, чтобы деньги приходили легко и свободно. Что я хочу сказать? Я повторю снова и снова то, о чем я говорю всегда. Я знаю, что вы уже слышали, что я отвечаю именно таким образом. Первое, с чего мы начинаем, это с убеждения. Посмотрите на саму фразу, что как избавиться от состояния, что денег всегда не хватает, всегда не хватает. То есть, если вы повторяете себе снова и снова, мне всегда не хватает денег, то так оно и будет, потому что ваши убеждения создают вашу жизнь, создают вашу реальность. Я хочу сказать вам, что денег достаточно. Вы должны начать с понимания или с проживания убеждения, что денег достаточно. Смотрите, на прошлой неделе в Америке была разыграна лотерея, где главный приз составил больше миллиарда долларов, миллиарда долларов. И один человек выиграл эту сумму. Представьте себе. И я знаю, я бывала неоднократно в Европе, говорит Лаура. Я знаю, что в Европе тоже выигрывают очень большие суммы. Поэтому мы должны понимать, что деньги есть, и их достаточно. Следующий вопрос. Как привлекать вам эти деньги, чтобы они приходили к вам? И первое, с чего нужно начинать, это с закона взаимности. Во Вселенной существует множество разных законов, и нам нужно их знать и соблюдать их. И мы начинаем с закона взаимности. А это значит, что то, что ты отдаешь, ты рано или поздно получишь обратно тоже. И если вы сейчас постоянно в нехватке или в ожидании того, что не хватает денег, то ваш мозг, разум и тело будут создавать эти ситуации для вас. Но как только вы начнете отдавать, говоря своему телу, мозгу и разуму, что у вас достаточно, достаточно денег, и вы готовы, пускай небольшими суммами, делиться и отдавать, то вы приоткрываете ту дверь, через которую вы начинаете получать. Очень многие из нас попадают в такую ситуацию или ловушку, менталитет бедняка. Они говорят, ну как же я могу отдавать денег, если мне самому не хватает? И вы должны отдавать из той позиции или из той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Предположим, у вас есть всего лишь, не знаю, там 100 долларов, сказал Лаура, ну пускай это будет 100 рублей или 100 евро. И это та сумма, которая есть у вас сейчас. Но есть люди, у которых нету и этой суммы. Дайте им 1 доллар, 1 рубль, 1 евро и так далее. То есть дайте немного всего лишь, никто не говорит вам отдавать всё, дайте часть, небольшую часть, но тем, у кого нету и этого. И самое главное здесь отдавать искренне, с искренним желанием помочь этому человеку. Да, пускай он себе там может быть что-то маленькое сможет приобрести на эту сумму, но он сможет купить. И вы таким образом поможете. То есть отдавайте с ощущениями, что вы должны, и вот если вы должны ему отдать, держать за эти деньги, то вам вернётся. А действительно искренне желание, желая человеку помочь. Лаура говорила, она хотела привести пример своей дочери. Вы знаете, что у Лару есть трое детей, Сарали, Ильяна. Ильяна сейчас живёт со своим мужем в Испании. Они очень востребованные, Ильяна Фламенко – танцовщица, да, а муж её играет на инструменте. В общем, они в тандеме вместе, в общем, выступают. Но неважно. Суть в том, что они недавно приобрели очень большую квартиру. И решили тут, значит, сделать вроде как просвежить, просвежить ремонт. И муж её улетел в Мексику, чтобы немножко тоже заработать дополнительно, чтобы они могли сделать ремонт. И суть в том, что одно за другим, одно за другим, как мы знаем, квартира была достаточно, она большая и красивая, но она была как бы своего рода старинная, да, ну, старая, да. И, в общем, потянулось одно, второе, третье и вылилось в сумму, в которую они не ожидали, что ремонт будет столько обходиться. И Лаура говорит, что буквально пару дней назад они разговаривали с Ильяной на эту тему. И Ильяна говорит, что ну вот только что мы вложили такие деньги в ремонт, а тут ещё у нас перестала работать духовка, плита, холодильник, и вот это всё ещё нужно, где-то 10 тысяч евро, чтобы это обновить. И Лаура ей сказала, что ты знаешь, что у тебя всё получится, вы знаете, как зарабатывать деньги, вы всё умеете, продолжай программировать. И тут она получает от Ильяны текст о том, что ей вернули долг, который давно очень взяли люди и не отдавали на сумму 4 тысячи евро. В общем, прекрасная сумма пришла. И буквально, по-моему, вчера, я не помню точно, что Лаура сказала вчера или сегодня, пришло письмо на имя дочери к ним домой. И муж Лауры говорит, надо открыть, похоже, что это чек, очень похоже по формату, что это чек. И они открыли конверт, и это был чек на сумму 6 тысяч долларов. То есть за несколько дней, как Лаура сказала, просто с неба на Ильяну свалились прямо сейчас 10 тысяч долларов, скажем так, переведём. Так вот, к чему я это говорю? Что мне сразу вспомнилась её же ситуация, когда она была моложе, когда она только мечтала танцевать на сцене фламенко. И она на тот момент жила в Нью-Йорке и тоже говорила о том, что она отказывалась брать у родителей деньги, потому что ей хотелось самой проложить свой путь. И она говорила маме о том, что вот сейчас не очень работы нету, как бы вот очень она ограничена в финансах. И Лаура ей сказала, что помни о законе взаимности, поделись с кем-то. И Леона ей говорит, мам, ну у меня и так денег-то нет, как ещё делиться? И Лаура говорит, дай тому, у кого действительно даже такой суммы нет. И дочь, как раз это была зима в Нью-Йорке, было холодно, и она шла по улице и увидела бездомного, который был на улице, холодно ему было. И Ляна зашла, купила ему кофе и там булочку и дала 5 долларов. И она говорит, на меня посмотрел этот бездомный своими этими голубыми глазами и просто её благословил. И после этого Ляна зашла в одну студию танцевальную, и она сказала, что давайте сделаем так. Я ищу работу, я знаю, что вы меня не знаете, но я готова сейчас работать тут для вас, не получая никаких денег. В случае, если вы увидите, что я вам нужна, что для меня есть какие-то возможности, тогда можете меня использовать. И то есть она предложила свой талант, не требуя ничего в этот момент взамен. И эта женщина, когда увидела, как Ляна танцует, она была в таком восторге, она тут же ей предложила работу, плюс ещё разослала своим знакомым её контакты, и у Ляны появились ещё клиенты, которые хотели взять уроки танцев и так далее. То есть всего лишь такое малейшее действие, и Лаура говорит, что здесь даже важно и то, что вы меняете своё отношение, когда вы отдаёте кому-то свои таланты, своё время, свои деньги, часть, да, то вы таким образом показываете своему мозгу, телу, сознанию, что денег достаточно, что у вас этого достаточно. Достаточно столько, что вы можете делиться. И другой важный момент, когда вы делитесь, надо быть готовым принимать, да, в её случае ей предложили сразу и работу, и там дополнительные заработки, то есть ещё нужно уметь принимать. Поэтому, да, очень важно помнить, что мы получаем и отдаём через одну и ту же дверь. И иногда бывают случаи, когда люди нам предлагают деньги, талант, свой талант, да, делятся, хотят поделиться или своё время, и мы отказываемся. И мы должны понимать, что в этот момент мы блокируем этот поток, через который... То есть вы говорите, не-не-не, не надо мне денег, я сам-сам-сам справлюсь. Ой, не-не-не, не надо мне помогать, я сам-сам справлюсь. Да, мы блокируем поток возможностей, которые к нам могут приходить. Давайте подведём итоги того, что я ответила. Первое, с чего всегда нужно начинать, это с убеждения. Обратите внимание на ту фразу, которую вы себе постоянно говорите, как в данном случае денег всегда не хватает. Наши убеждения создают наш жизненный опыт и нашу реальность. Поменяйте это убеждение на денег достаточно, деньги в изобилии, и я заслуживаю этих денег, или жить изобильной жизнью и так далее. То есть начинаем с... Неважно, если вам чего-то в жизни не хватает, будь то денег, любви, уважения, не знаю, работы и так далее, начинайте с убеждений, с тех фраз, которые вы себе говорите. И второй важный момент – это отдавать то, чего вам не хватает. Если вам не хватает денег, отдавайте немножко денег. Если вам не хватает времени, делитесь своим временем с другими людьми. Если вам не хватает любви, делитесь любовью и так далее. И мне Лаура приводит пример Джо Виталий. Я думаю, вы многие его знаете, мотивационный спикер, и он очень хорошие книги написал. И Лаура вспоминает свою историю, которой Джо делился, что когда он был молодым, у него не было ресурсов, у него не было денег, но у него было очень много книг, мотивационных различных по развитию книг. И у него единственное, чем он мог делиться, и он стал отдавать эти книги тем людям, которые нуждались в этом знании, в этом развитии. И постепенно к нему стали возвращаться, приходить и возможности, и деньги. Другие люди с ним стали делиться своими богатствами. Трейжерс мы имеем в виду, что богатства это могут быть материальные, любого рода вещи и так далее. То есть, а начинал он с того, что он отдавал книги свои. И другой очень важный момент, который я хочу обязательно сегодня во время нашего вебинара затронуть, это, я хочу сказать, что, что касаемо Джо Виталия и касаемо моей дочери, они делают то, что любят. И любят то, что делают. Это очень-очень важно понимать и знать. То, чем вы занимаетесь в жизни, действительно ли вы любите это. Потому что моя дочь, например, да, она с детства мечтала танцевать фламенко, и она работает тяжело, каждый день, репетирует каждый день, учит каждый день, танцует каждый день, занимается каждый день. Но она безумно любит то, чем она занимается. И поэтому вам нужно задать вопрос, то, чем я занимаюсь, я действительно это люблю, это действительно моя страсть, я могу этим заниматься часами. Потому что если вы занимаетесь то, что вы любите, у вас всегда будут деньги, у вас всегда будет еда на столе, и вы всегда будете востребованы.